Новое видео выходит каждый день в 20.00 Приветствую! Сегодня, благодаря информации из моего самого любимого GTA-самб-журнала в самбовской индустрии под названием Sam World, мы с вами узнаем намного больше о Клео, о данной библиотеке скриптов, читов. Нет, вы знаете, изначально Клео, она планировалась как вот чисто такие безобидные скрипты от того, что впоследствии оно все превратилось, но я думаю, что это не имеет особого значения. Также, также мы узнаем, есть ли версия Клео для GTA-самб на андроид, так как вы знаете, в последнее время очень сильно возрастает популярность серверов GTA-самб на андроиде, и вместе с этим возрастает спрос на Клео скрипты на андроидовскую версию, как бы, GTA-самба, для того, чтобы поиграть на своем любимом андроид GTA-самб сервере с какими-то вспомогательными скриптами, либо просто-напросто с читами, ну, я думаю, что это не особо важно. Первоначальным разработчиком библиотеки является Simon, который также сделал Sunny Builder, или Sunny Builder, неважно. Программу, которая, кроме компиляции и перевода скриптов игрового формата в текстовой, позволяет создавать пользовательские миссии в играх 3D-вселенной GTA. На данный момент разработка программы прекращена. Последнюю версию под номером 3.2.2, ну, то есть 3.2.2, она получила 5 июля 2014 года. Simon занимался разработкой Клео до 4-й версии библиотеки. Первым разработчиком четверки стал Alien, а на данный момент разработку продолжает Deji. На официальном сайте можно найти благодарности и другим модераторам. Станиславу Головину, АК Листинер, за огромный труд в исследовании игр GTA. Эмфиста, за альфа-тестинг библиотеки Клео 4, советы и поддержку. НТА Утхорики и Линк 2012, блять, что за ники, неважно, за помощь с Клео 4.3. Клео позволяет добавлять в игру собственные скрипты, написанные в Sunny Builder или в другом редакторе. В своем стандартном виде самая популярная четвертая версия библиотеки имеет 100 новых скриптовых команд, которые позволяют работать с внешними файлами, изменять данные в памяти игры, вызывать игровые функции со своими параметрами и делать много всего прочего. Также в четвертой версии появилась возможность работать со звуковыми файлами и выводить на экран текст без использования внешних файлов .gxt и .fxt. Последняя версия Клео 4.3 имеет встроенный AC Loader, который существенно упрощает установку некоторых скриптов. И вот, наконец-таки, мы добрались до самого интересного, до самого всеми любимого и по совместительству самого последнего пункта в данной небольшой статье от моего самого любимого журнала в GTA Сампорской индустрии, Самворлд, а именно это Клео на Android. Вот, давайте подумаем вообще, давайте вот так вот пораскинем мозгами, может ли, в принципе, сейчас существовать какое-то вот, я не знаю, Клео на Android. Лично я, ну я даже предположить не могу, как это там может работать, поэтому я, наверное, больше склоняюсь к тому, что разработка, наверное, идет, если что, то я статью еще ни разу не читал. Я склоняюсь к тому, что разработка, скорее всего, идет, но вот, чтобы прям можно было уже сейчас установить Клео и играть с какими-то, там, знаете, вспомогательными скриптами или вроде того, я думаю, что этого на данный момент ничего нету. Однако, ладно. Клео на Android. Всеми любимая библиотека появилась на мобильных платформах. Ебать я проебался. Ну ладно. И практически не отличается от своего компьютерного собрата, но имеет ряд ограничений, связанных со специфическим функционалом мобильной GTA San Andreas. Самой новой и самой популярной версией Клео является 1.1.2, которая уже имеет довольно большой выбор различных скриптов. К примеру, всеми любимые в одиночной игре Car Spawner и Skin Selector были адаптированы на мобильные платформы. Адаптацией библиотеки под мобильные платформы занимались те же разработчики. И вот сейчас вы на экране даже можете увидеть какой-то скриншот с визуальным Car Spawner версии 1.0 Android Version. И многое-многое другое. И вы знаете, то что даже уже Клео библиотека есть на мобильное устройство, это уже в принципе неплохо. При том, что, вы знаете, вы понимаете, то есть Клео, у Клео уже несколько раз менялись разработчики. И каждый новый разработчик вот добавлял что-то свое, как я понял, в Клео. Этого в статье не написано, это я уже, знаете ли, добавляю от себя. Поэтому если я вас как-то дезинформирую, буду играть в Николая Соболева или в Брулевого Плея, который снимает, вы знаете, на фоне кровати, то, пожалуйста, ну не обессудьте, это просто вот мои мысли по данному поводу, по поводу Клео. И вы знаете, вот Клео в самом деле это вот такая вот огромнейшая библиотека. Но вы знаете, вот почему-то, даже несмотря на то, что уже вышла версия Клео 4.3, я все равно сижу на версии 4.1. И вы знаете, то есть сейчас было бы неплохо вставить такой байт по типу, Хэй, ребята, а напишите-ка, пожалуйста, в комментарии, какой версии Клео на данный момент пользуетесь вы. И мы вот посмотрим результаты и сравним, сколько нас, сколько людей пользуются в версии 4.1, а сколько 4.3. Вот, поэтому пишите в комментарии, давайте я немножечко прям подожду, дам вам несколько секунд, по типу там, знаете, 5, по типу там, 1, 2, 3, 4, 5. Все, написали, молодцы. Но вы знаете, я так делать не буду, потому что, во-первых, я не пидорас, наверное, во-вторых, я не брулев, и в-третьих, я в целом не какой-то GTA-самп-ютубер. Я знаете, я такой человек, вы меня не знаете, и вы не имеете никакого права, в принципе, меня по данному поводу судить. В общем, я думаю, что на этом мой небольшой рассказ про Клео можно и закончить. Вот, а где скачать Клео на GTA-самп-андроид, я думаю, вы разберетесь сами, не тупы, у вас для этого есть целый интернет, вот знаете, такая глобальная, всемирная паутина с большим количеством разнообразных файлов и с большим количеством разнообразных баз знаний, по типу, там, знаете, Википедия, Лоркмор и еще какие-нибудь базы знаний, по типу Википедия и Лоркмор. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, скачивайте Клео, а также устанавливайте на вашу новую библиотеку Клео на GTA-самп-андроид или просто на персональном вашем компьютере разнообразное Клео. Всем спасибо, всем пока!